Друзья, огромный всем привет! Я сейчас нахожусь в строительной компании «Строй Гарант Анапа». Знакомьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александр, руководитель отдела продаж. С радостью вам все расскажем, покажем, будьте с нами. Вы знаете, что под Анапой строится целый поселок, и этот поселок как раз-таки строит «Строй Гарант Анапа». Я его, конечно, увидела впервые, и мне очень тоже интересно самой все посмотреть. Вот есть визуализация этого поселка. Мы находимся вот здесь, отдел продаж. Здесь будет все в коммерческой недвижимости, на 350 миллионов запланировано. То есть это круглосуточные аптеки, СТО, магнит или пятерочка сюда зайдет. Вот здесь это все будет. Также планируется детская площадка. Дома будут все в едином архитектурном стиле. Планируется 250 домов. На данный момент 75 уже продали. А 22 семьи уже проживают здесь больше полгода. И открыта бронь на все участки. По схеме тоже покажу такую схему. Скажите, вот это можно посмотреть, зайти на сайт и это все увидеть, да? Да, у нас сайт «Строй Гарант Анапа. Ком». Есть YouTube-канал, где больше всего, кстати, оттуда идет больше всего людей, потому что смотрят. Мы туда вкладываем. Три раза в неделю стараемся выкладывать ролики. Обзоры домов, отзывы клиентов. На сайте есть проекты домов от 65 квадратов, то есть здесь разные можно посмотреть, до 145. А, то есть небольшие, да? Чтобы вы понимали, вот схема. Желтые дома – это уже все проданные. Это все проданные. А серенькие – это в свободной продаже еще. Ну, а это участка земляничная, дальше Ореховая, еще туда бронь даже не открыта. Вот. И есть готовые дома, мы сейчас тоже посмотрим. А земля ЕЖС? Земля здесь СНТ, выведена под жилое строение, под круглогодичное проживание. То есть могу показать, где уже люди прописаны здесь, кто здесь проживает. Им дали прописку, СНТ морское, все. Земля не в обременении, в собственности, поэтому проблем никаких нет. Мы сами здесь, вот я, например, если это интересно, тещу с тестем сюда, ну, переезжая тоже с Кемерово. Своим, ну, родственникам, как говорится, грех, что-то такое. Ну, да, да. А до моря сколько? До моря здесь, получается, вот пенсионер живет с Екатеринбурга, Николай, он 40 минут ходит. 40 минут? Да. Вообще 4 километра. До Анапы 6. Вот. Ближайший поселок – это Цибанабалка, это если школа, кого интересует, детский садик, поликлиника. Мы даже на YouTube-канале, мы буквально на той неделе еще не выложили, ездили на машине, чтобы показать людям, сколько до школы ближайшей, до садика. Здесь будет остановка общественного транспорта. Здесь вот трасса вот эта федеральная, ее сейчас расширяют. И здесь, скорее всего, будут экраны защитные вдоль дороги, то есть шумоизоляции еще будет меньше. Коммерческая недвижимость построили, шумоизоляции еще меньше. Поэтому для этого мы и ставим здесь двойные стеклопакеты, проблем вообще никаких нет. Даже если самолеты, когда летят, они левую часть поселка затрагивают, но вот мы здесь будем сидеть, мы их уже не услышим. Специально это уже учитываем. Так, а свет, вода, газ? Значит, свет здесь 15 киловатт трехфазный, вода центральная с Анапы и газ уже буквально вот 3 недели назад уже вывели в Лианс. Это уже давно все, документация вся готова, там на стене есть проектная документация. Здесь можете тоже показать людям. Облачные, технические условия. Да, технические условия. Это люди, то, что уже здесь в кадастровой, мы откопировали, люди, которые уже здесь живут, прописаны. Здравствуйте, прошу прощения, обговариваю. Водоснабжение. Прописка, вот я обещал показать. Да, вот видите. Что СНТ здесь никаких проблем нет. Если бы здесь земля была категорией ИЖС, посчитай, на 30% еще бы цена выше была. Да, я тоже это слышала. А ценовая политика у нас здесь, например, чтобы вы понимали, 4 900, это 70 квадратов, готовый дом уже с отделкой. У нас, кстати, акция, отделка идет в подарок до Нового года. О, вообще здорово. И разница, вот люди приходили, я лично был, наверное, недели 3 назад, кто брал год назад здесь дома. Здесь чистое поле было. То есть, посмотрите, они как рисковали. И разница у них на данный момент уже 700 тысяч. После Нового года цена еще вверх. Да, понятно, цены растут. Цены растут. Если мы вот улицу, например, продали, тяжелая техника здесь уже не ходит, здесь будем асфальтировать уже. А, будут асфальтированные дороги. Да, асфальтированные полностью. Асфальтируем, газ подключаем, цена вверх. Да. Чем меньше риска, тем больше цена. Ну, это законно. Да, это все так. В принципе, все растет. Радиаторы брали 290, уже 450. Куб леса 9 тысяч, уже 12500. Поэтому, ну, вот и берут в месяц в среднем мы продаем не меньше 10 домов. Если брать сентябрь, ноябрь, я вот конкретно здесь сколько это время нахожусь, мы продали уже по 10 домов. На рынке вы уже... С 2006 года компания работает. То есть, мы точечно строились в Гастагаевской станице, это отсюда где-то 13 километров. И вот здесь выиграли темпы. Компания масштабируется, то есть, у нас далеко идущие планы. Мы будем завоевывать рынок Анапы. Мы уже входим в топ-5 застройщиков в Анапе. Вот. И в том числе коттеджный поселок Морской, это будет вообще показать. Что касаемо Морского, опять же, еще такой момент. Здесь будет охрана, видеонаблюдение, освещение. То есть, никаких там поборов со стороны там председателя этого здесь не будет. Да, не будет. Да, здесь единственное, что надо понимать, что сельские тарифы, потому что к поселку уже к Цибанабанке, сельские тарифы, это плюс. Второе здесь, здесь какие будут еще взносы, это 1200, это свет, освещение поселка, скос травы, уборка и охрана шлагбаума, видеонаблюдение. 1200 в месяц. 1200 в месяц. Ну, зато представлять, какая красота, да? Ну, здесь, да. Вид совсем другой. Очень приятно. И вообще, люди, надо сказать, что поехали. Раньше одни пенсионеры приезжали, сейчас уже и молодые такие, как мы. Ну, это как бы радует, что люди могут с Сибири, там, больше, Солнечная улица, вот это, пять домов первых кемеровчане купили, причем не договариваясь. Ну, прям, если здесь еще улицу купят, можно улицу назвать Кемеровская. Вообще можно? Или это вы так шутите? Улицу назвать? Но уже нельзя, потому что в кадастве уже. Ну, это мы им так говорим. С Кемерово последний, кто будет выезжать, свет выключите. Ну, просто кемеровчане прямо, Кузбасс именно. Вот. Можно также посмотреть, сходить прямо готовые дома. У нас есть всегда два-три, мы делаем готовые дома, чтобы, когда клиент приходит, он увидел, что такое отделка в подарок. Если на этапе строительства человек берет, то там интерьер, он может выбрать сам. И у нас есть такая, ну, форма оплаты. Если готовый дом, то три месяца рассрочка. Если на этапе строительства, то полгода. А если под застройку, то год. Ну, вообще тоже приятно. Это пока так. Вообще мы планируем завершить полностью весь поселок в 22-м году на второй квартал. Но такими темпами все идет к тому, что будет 21-й год, второй квартал. Ну, даже быстрее. Ну что, пойдем смотреть дома? Пойдемте, да, с вами прогуляемся? Хотел сказать, что у нас здесь какая политика. Улица идет в кирпиче, улица в кирпиче. И дальше идет улица цветочная в декоративной штукатурке. Опять улица в кирпиче, но дальше, скорее всего, и будем продолжать в кирпиче. Ну, люди берут больше в кирпиче, хотя на декоративную штукатурку, это немецкое качество, 30 лет гарантия. Вот этот дом, Ален, покажите просто, взял местный застройщик, Леонид Тигранович, что очень нам было приятно, потому что он всю жизнь в стройке. Приехал, взял, уже сплит-систему поставил. С клиентами идем, он кричит, идите сюда, сам рассказывает, показывает, продавать помогает. Ага, ну классно, хорошо. У него вот 110-й проект, то есть 110 квадратов. Вот так выглядит в декоративной штукатурке 125 квадратов. 125-й в кирпиче. Террасу можем вот в таком виде делать. А вообще сдаем базовую комплектацию, ну, просто в плитке террасы. Это уже как дополнительное, да. Забор, стоимость входит. Вот, это хорошо, потому что забор очень дорого выходит, ребята. Газ, Ален, это вот такие трубы используются для газа. Сейчас уже не железо, как раньше было. Сейчас это все вот так вот зарывается, да. И флянцы к каждому дому подводятся. А у вас еще улицы широкие какие? Да, здесь все будет заасфальтировано. Вот здесь уже живут, здесь живут люди. То есть, ну... Улица, название красиво. Вот мы сейчас зайдем в 125-й проект. Он как раз в свободной продаже. Вот флянцы, что я говорю. А вот, да, давайте я подойду, покажу. Смотрите, получается у вас не труба будет огромно желтая, а вот. А счетчик внутри где-то дома? Да, там двухконтурный котел, сейчас тоже покажем. Это все тоже в стоимость включено. То есть, за газ не надо будет платить, ничего вообще. Только заплатили. Заходите, сантехнику ставите и люстры. Потому что кому-то дорогая сантехника нужна, кому-то дешевая. А соток сколько здесь сразу начнем? Все, получается, дома у нас 6,5 соток. Это вот как раз базовая комплектация. Септик здесь дренажный, природным камнем обложен, 8 кубов. Ну, по факту 10. Тового вода далеко, поэтому откачивать лет 15-20 не надо. Только слой этот не нарушить. Ну, один раз даже откачать можно нарушить слой, поэтому... Это вода? Это вода, да. Пошли, сантехнику. На второй этаж пойдем? Здравствуйте. Здравствуйте. Они на второй, мы на первом, да? Здесь справа у нас... Бук на 100 лет хватит. А зона теплый бок. Здесь на кухне и санузел. Кухня-гостиная здесь. Ой, смотри, сколько места много. Вообще класс. Огромные окна. На террасу давай? Да, пойдемте. Вот здесь идет котел. Санец двухконтурный. Вот здесь вот раз шкафчиком закрыли, и все. У него уже вот это... Да. Видите, уже розеточки. Очень много розеточек. Вот не надо ничего дополнительного. Терраса такая. Вот как раз, смотрите, Алина, живут. Кто как сделал. Кто-то бассейн, кто-то закрыл террасу, кто-то просто навес сделал, кто-то утеплил. Здесь соседи вообще вот так сделают. А, они удлинили немножко, да, получается? Ну, у кого как фантазия работает. О, ступенечки. Спускаемся, пожалуйста. Помодничай. Ой. Ой, и земля привозная? Землю мы вспахиваем перед тем, как сдавать. Это все мы вспахиваем. А вообще хорошая земля тут? Земля хорошая здесь раньше виноградные поля. А, да, вот там, где виноградные поля, там, говорят, хорошая земля. И еще у нас в проект можно сделать подвал. Прям под террасу. Это плюс 250 тысяч. Воды не будет? Там идет гидроизоляция. Прям очень хороший подвал. Можно тоже посмотреть. А, да. Гидроизоляция идет. То есть у людей уже... А землю привозят, да? Ну, кто-то хочет, да, дополнительно чернозем. Кто-то... Получается, между домами, да, вот между соседями идет маленький заборчик такой низкий. Да, да. Если я не ошибаюсь, по норме можно до двух метров длина. Надоели соседи, забор поставили. Никаких проблем. А так все, наоборот, здесь дружные приезжают на отношения. Ну, потому что все приезжие, охота поздравить. Приезжие все хорошие. Да. Так, давайте здесь немножко посмотрим. Вот видите, сколько земли? Очень много земли получается. И машину, где перепарковать. Так, пойдемте вовнутрь снова, да? Да, можно на второй этаж. Спальня, да. Тоже видите уже розетки, все под спецсистему. Здесь получается у нас спальня внизу, и тренды куту, и сануза. Это дружно стоит 5 900. С отделкой в подарок, пока до Нового года такая цена будет неизменная. Плитка, все разводки может стоить. О, Влад, смотри, на наш. Похож, что-то у нас на голубом цвете, да? Здесь с коричневым. И окна, видите, тоже уже сделано так, что не видно соседей. Соседи не видят вас. Здесь хоть душевую, хоть ванную ставь, как бы, место позволяет. Да, стараемся. И получается строить качественно. Каждый дом принимает отделы ПК, поэтому там можно оботочить. Пойдем посмотрим. Так, здесь у нас лево тоже сразу окно. Это обои, да? Да, обои. На верху, на потолке и стен. Это обои. Коридор поворачиваем направо тоже. Тоже можно ивана поставить. Да, так я говорю, места прям очень много. Обычно как-то, знаешь, ивану обделяют ее делать совсем маленький. А здесь прям полноценно. Так, налево давайте повернем. Ребята, тут на втором этаже, видите, здесь вот подняли хорошо, что ты не будешь головой стукаться. Обычно, если делают вот такая вот скатная, да, на втором этаже, и бывает так, что ты не подойдешь к кровати. А тут высоко, хорошо, правильно. Ну, продуманно все сделали. Папа, Алиса решила этот дом себе забрать. Ну, подрастет до 18. До первой семье. Три спальни. Получается, четыре спальни в общем. На первом одна, да? И три на втором. Мне нравится? Хорошо. Да, мне нравится. Сейчас уже в Сибири уже встретили, все стали подумывать. То есть, просто заходи, живи, поти деньги, заходи, живи. Если там вот кругом вопросы, вода, газ, свет тебе максимум заведут, и все. Здесь сразу комплекс. Да, мы тоже, например, вот не было газа когда-то, и мы, ну, говорим, ну, его нет. Но мы работаем над этим. То есть, не говорили, что он есть. А сейчас он уже есть, и мы говорим, он есть. То есть, пять девятьсот уже? Да, это все, все вот зашел, только сантехнику поставил, люстры, потому что тут не угодишь. На вкус и цвет, даже с одной метрами. У меня, кстати, подруга в Гостогаевской, она тоже у вас, кстати, покупала дом, и она довольна. Алиса? Я бы еще четверг, я бы сказал, что это будет. Обратили внимание, какие улицы широкие? Да, но это в первую очередь мы когда только... То есть, здесь и тротуары можно, и клумбы, и чуть-чуть, ну, все, в полной силовой устройстве. И бассейн уже, и тури посадили люди. Да. Да. Ты уже полгодика живет уже... И за полгода люди уже, видишь, как обжились. И все, как бы, разы, ну, стараемся, чтобы претензий не было. Максимально, то есть, лояльность, чтобы были отзывы, рекомендации, для нас, ну, реально важно. Ну, да. С одной стороны море близко, на другой стороне трасса, которая идет на Тавриду, на Крым. Она тоже рядом. Она в Российск, то есть, туда на Российск, туда на Крым. Вот она, 100 метров, 200 метров. Смотрите, оптоволокно уже в поселке есть. Видите, как люди сделали? Балкон сверху можно сделать. Хотите снизу, хотите сверху. Или там и вверху, и внизу. Строим мы, получается, дома из газоблока. Если надо, можем из керамзита. Это такой спор, знаете, что лучше, извечный. Но мы строим из газоблока, потому что это дает гарантию завод изготовить, по всем ГОСТам. А керамзит его можно в огороде сделать, и там потом концов не найдешь. Вот поэтому мы так решили. Если надо, можем хоть из чего построить, хоть из картона, если надо. Ну, по деньгам, да, все, у кого столько. Вот, мы пришли на улицу Малиновая. Здесь идет... Какие у вас названия так красивые все? Да, цветочная, малиновая, солнечная, ореховая, земляничная. У нас абрикосовая, тоже красивая. Вот, видите, стройка идет. А я могу туда, да, подойти посмотреть? Конечно, можно посмотреть, не мычки. А кирпич это? Это облицовка. Облицовка, да. Вот, видите, работы идут. Пойдемте с вами посмотрим. Вот утеплитель. У кирпичных, получается, домов идет утеплитель 3 см, декоративной штукатурки 5 см. Ну, потому что кирпич он сам по себе еще теплоизоляцию дает. Опять же, газоблок, он тепло не выпускает, холод не впускает. То есть, очень такое, ну, для юга это просто самый, ну, оптимальный вариант. Вот, посмотрите, перемычки. У многих компаний это в доп. работы входит. У нас это идет в базовой комплектации. Над окнами, над дверями. Это, получается, у нас 130-й проект, 130 квадратов. Здесь такая спальня с эркелем тоже очень интересная. Здесь еще лесенка. О, сколько тут места, смотри. Да, здесь вот так. Здесь же не будет ничего больше, да? Перегородки никакой? Видео балка. Да, круто. Хочем, там, гостиная тоже большая, такая просторная. Для большой седины. Сейчас даже в многоэтажных домах делают гипсокартонные перегородки. Вот, можно увидеть, что все-таки монолит. А, да, вот она, видимо. Сантиметров 20. Ты про вот эту говорил? Перегородки? Да, вот капитальные перегородки. Перебью, это? Это для вентиляции. 200-я вытяжка, это по нормам газовщиков. Во всех домах стоит? 200, да, во всех домах. Во всех, да. Этот дом строится по индивидуальному проекту. И здесь, ну, будет, видите, по всей видимости, крыльная терраса такая. Тут можно еще здесь спальню одну сделать. Вот, прикольно. Люди, видите, купили и вот уже дальше дополняют, говорят, что хотят. Там вот, Ален, 86-й проект. И вот обратите внимание на кровлю. Огнебиозащита обработана. И каждая крыша так обработана, да? Да, каждая абсолютно. Это по нормам СНИП. Ребята, а вот здесь вот будет детская площадка. Видите, это здесь не застроено. Вот, можете приходить здесь, играть с детками. И так как охраняется это все, да, это можно, то есть, ты можешь спокойно ребенка отправить, он будет здесь играть, и ты можешь даже не переживать. Класс. Еще хочу сказать, что у нас есть юридический отдел, проектировщик, то есть, когда, например, человек приходит к нам, его все устраивает, мы заключаем там предварительный договор, смотря сколько он взнос делает. Мы сопровождаем полностью всю документацию, делаем за клиента, то есть, он пишет доверенность, нотариально заверенную. То есть, ему даже не надо с вами ходить. Абсолютно никуда не надо. Ребята, мы вроде как рассказали вам все, но вдруг что-то забыли, вы спрашивайте, пишите комментарии. И если вы обратитесь в компанию и скажете, что видели ролик на моем канале, вам могут предоставить скидку. Либо обратиться ко мне, и я свяжу вас с ними, и вам тоже будет скидка. Так что ждем вас, пишите, звоните. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok